Привет, друзья! С вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о ваших вопросах, которые вы задавали в комментариях по прямым эфирам 23 сентября 2022 года. Сейчас их обсудим и постараемся в онлайн-порядке ответить на ваши вопросы. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, мой сын работает по трудовому договору с 12-21 года. Он тоже должен проходить дактилоскопию? Да, он должен пройти дактилоскопию. Все, кто прибыли до 29 декабря 2021 года и не проходил дактилоскопию, должны это сделать до 10 января 2023 года. Иначе могут быть нарушения, сокращения сроков пребывания. В данном случае это, скажем, прямая ответственность за непрохождение вот этой комплексной процедуры медицины, дактилоскопии, фотографирования. Как быть гражданами Туркменистана? До 12 октября заканчиваются сроки пребывания, все ковидные и все остальное, пока никто их не продлевает. Об этом есть публикация в телеграм-канале, все новости, изменения там. Если вдруг что-то будет, указ президента и так далее, обязательно опубликуем. Но пока, согласно всем разъяснениям, в том числе, естественно, Главное управление МВД, 12 октября 2022 года, это крайний срок тех пребывающих, связанный с ковидными послаблениями, ограничениями, которые продлевали себе миграционный учет на территории Российской Федерации. Я гражданин из Киргизии, получил 13 сентября этого года ВНЖ, хочу подать на красный паспорт, есть упрощенка, если есть, то на каком основании? По близкородственным связям можно, по четырехсторонним соглашениям. Например, если брат, сестра, граждане Российской Федерации, граждане Киргизии имеют право подать на гражданство. Можно носить русского языка, рассмотреть программу переселения. Ну, вот, как-то так. Зависит от того, конечно, на основании чего вы получили ВНЖ. Если квоты РВП ВНЖ, то вот я говорю, что можно попробовать через близких родственников пройти эту процедуру. Дмитрий, у меня вопрос. Я гражданин Туркменистана, введу на жительство. Могу ли я без визы уезжать в Киргизию с видом на жительство? Вы можете, значит, в Российскую Федерацию въезжать, въезжать без визы на основании ВНЖ. Со всеми остальными странами вы пересекаете границу к ограждению Туркменистана. И поэтому должны смотреть соглашение между Туркменистаном и Кыргызстаном о порядке въезда-выезда в эти страны. Именно в эту страну, если мы рассматриваем Кыргызстан. Так что здесь смотрите соглашение, есть ли или нет по визызовому порядку. Вид на жительство российский, он не имеет юридической силы ни в Киргизии, ни в Казахстане, ни в любой другой страны СНГ. Здравствуйте, у меня регистрация заканчивается 29-го, 9-22-го. Не могу продлить на год. Как можно продлить? На год можно продлить на основании патента, трудового договора стран ЕС, либо по близкому родственнику, у которого есть ВНЖ, постоянная регистрация, или граждан с постоянной регистрацией. То есть это родители, дети, супруга, граждан ИРФ. Я из Казахстана могу по брату продлить миграционный учет без выезда? Нет, по брату у нас не продлевается миграционный учет. Подскажите, пожалуйста, сможет ли иностранный человек, проживающий в ИРФ, прописаться за нас спустя полгода? Опять же, какие основания? То есть, если у него, например, миграционный учет на основании трудового договора, ЕС, он может это сделать. Или если закончился срок регистрации, по какой-то причине он был на полгода, вы можете продлить его. То есть, зависит от основания. А так, конечно, у нас нет ограничений. Главное, чтобы вы соблюдали режим 90-180, или сроки пребывания по трудовому договору, оплачивали патенты, тогда можно продлевать миграционный учет. Или, например, вы выехали, заехали, оформляете новые спустя полгода. Конечно, это все возможно. Касается ли мобилизация граждан со статусом РВП и коснется мобилизация иностранных граждан? Есть видео, опубликовали. Посмотрите их два, как минимум, по вопросам, которые постоянно возникают у иностранных граждан, связаны с частичной мобилизацией. То есть, у нас неполная мобилизация. В связи с этим толкование закона по мобилизациям будет во многих случаях спорным. Поэтому у нас частично, в связи с указом президента, в отношении граждан со статусом РВП она не распространяется. То есть, лиц с иностранным статусом в России, иностранных граждан с РВП, ВНЖ, значит, частичная мобилизация не касается. Коснется ли он нет, мы не знаем, как будет развиваться событие, никто не знает. На текущий момент частичная мобилизация в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства не распространяется. Хочу спросить ваше мнение. Я сам из ДНР, приехали в Россию весной, получили временный убийщик, сразу подали документы на гражданство, уже недавно собирались вернуться домой, но решили дождаться гражданства. А тут все эти события, на присягу идти сегодня. Но это вы писали 4 дня назад. Возможно ли мне 48 лет получить российский паспорт, сразу ехать домой без всяких регистраций? Регистрацию вы обязаны сделать в течение 7 рабочих дней по месту жительства и 90 дней по месту пребывания. Поэтому здесь это законом предусмотрено. Выехать, если есть необходимость, вы можете без регистрации. Здесь в этом срочность. Родился в СССР, можно ли получить гражданство РФ? Если вы родились в РСФСР, то есть в одной из республик СССР, то да, в одном случае нет. Я уже в Туркменистан, на данный момент нахожусь в Турции. Могу ли я приехать в Россию, купить квартиру и получить паспорт? Вы можете приехать, купить квартиру, но на основании квартиры паспорт получить не сможете. Ведь на жительство можно получить с января следующего года, но должны быть соблюдены критерии вложений, инвестиций. Вы можете посмотреть суммы инвестиций, они есть в Телеграм-канале, они очень существенные. Не подскажете сейчас, на 25 сентября 2022 года, выдворяют и депортируют жители республики ЛНДНР с украинским паспортом? ЛНДНР не выдворяет, с украинским паспортом то же самое, потому что на сей час есть официальное разъяснение МВД, поэтому никто ни у кого никуда не выдворяет. А по поводу амнистии, пока нет информации. Амнистия сейчас действует в отношении граждан ЛНДНР, и, соответственно, Украины. На момент, опять же, записи этого видео, потому что мы понимаем, что действует там, проходит референдум, могут быть какие-то изменения. Я гражданка Киргизии, у меня РВП, могу я получить гражданство на основании совершенно летней дочки? Если ее отцом у меня нет ЗАГСа? Нет, вы можете оформить ВНЖ, вот вам на этот счет пишут. То есть вы можете по дочери, не выжидая 8 месяцев, оформить ВНЖ, а там уж посмотреть, может что-то поменяется. По поводу консультации, через WhatsApp, Telegram, номер есть в описании, пишите, будем обсуждать. У меня есть статус временного убежища, нахожусь на территории России, получаю гражданство сахаром. Мне опять надо сдавать отпечатки, медицину. Если у вас есть временный убежищ, то вам не надо сдавать ни медицину, отпечатки пальцев точно не надо, медицину, если сдали после 1 марта 2022 года, она действительно 1 год, поэтому возьму, что вам ее не надо сдавать. Когда статус вы получали, мы все это сдавали. Да, когда вы все это сдали, и говорю, что медицина, оформленная после 1 марта 2022 года, действительно 1 год. Я родился в 69 году, у меня сестра граждан, по брату сестре у нас гражданство не оформляет, за исключением граждан Казахстана, Молдовы и Белоруссии, четырехсторонние соглашения при наличии ВНЖ. Хотел вас спросить, если мне по госпрограмме, по месту отечества, одобрили РВП в регионе, на который я подавал документы, теперь моя семья хочет переезжать в другой город, как быть? Вы не имеете права переезжать в другой город с РВП, поэтому оформляйте там гражданство, и потом переезжайте. Семья ваша может переехать, если они не оформляли РВП. Они могут поехать в какой-то считают нужным регион, подать там на ВНЖ, в опаску Казахстана, а вы, соответственно, с РВП это сделать не можете. Поэтому вам надо сдавать на гражданство, либо у вас могут быть нарушения, пребывание, например, работы с РВП, его могут оно делать. И медик, есть военный билет, могу ли подать живым в Казахстане? Куда подать? На гражданство вы можете подать на основании паспорта Казахстана, не на гражданство, а на ВНЖ, а потом на гражданство. То есть за год можно оформить гражданство России. Основанием для граждан Казахстана является паспорт Казахстана для оформления вид на жительство, минуя РВП, временное убежище и все остальное. И граждан Таджикистана, переселение в Россию, куда обратиться? Обратиться при наличии РВП ВНЖ в регионе, в котором вы зарегистрированы, уточните, есть ли у них программа переселения. Если того и другого нет, соответственно, подаете в консульство Российской Федерации документы. Можно спросить, у меня в ВНЖ есть мобилизация? Нет, с статусом ВНЖ, РВП, временное убежище, мобилизация частично не распространяется. Друзья, будем с вами на связи. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok